Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале в очередном мукбанке. Сегодня мы с вами будем кушать азербайджанский хинькау. Здесь в кадре у меня не поместилось, но здесь у нас коты. И еще сюда добавила чеснок. Здесь у нас вода с лимонным и мятой. Грейпфрут мой любимый, оливки. Уже твиксик успел украсть пару оливок. Он вообще обожает оливки, это прям его слабость. Вот так вот сверху. Польем. Кстати, рецепты я вам обязательно оставлю. Переходите по ссылке на мамин канал. И смотрите рецепты, обязательно готовьте. Очень все удобно. В комментариях меня спрашивали насчет квартиросъемщиков. Что, как мы решили с кондиционером. Покупаю ли я кондиционер. Кто не смотрел предыдущие видео, там я вам рассказывала о том, что мои квартиросъемщики выехали, и сейчас заезжают другие. Нашла я их буквально за один день. Желающих очень много. Я даже хотела, когда эти съедут, кого-то из подписчиков заселить. Потому что мне в инстаграме писали, что как только квартира освободится, дайте нам знать, мы тоже ищем квартиру, хотим съехать от родителей. и так далее. Я, честно, так и планировала. Просто настолько быстро я нашла людей. Но была такая проблема. Люди мне сказали, что мы хотим квартиру с кондиционером. Мы согласны, но мы хотим, чтобы вы поставили кондиционер. Я вам в мукбанке об этом рассказала. Ваше мнение сошлось с мнением мамы. Мама говорит, поставь кондиционер, как они хотят, до 55 квадрат. Но подними стоимость. Мы так подумали поднять на 30 долларов. Это наши 50 монат. Вроде не такая существенная разница. Но дополнительные удобства. В тот же день, я им сказала, я согласна поставить кондиционер. Но вот с такими условиями. Если вас устраивает, пожалуйста. Если нет, ищите других людей. Точнее, ищите другую квартиру, а я найду других людей. Я общаюсь всегда с его женой. Жена как-то неоднозначно ответила. Она сказала, что она посоветуется с мужем и обязательно перезвонит. Прошло 3 дня. И ни звонка, ни слуха, ни духа от них. А мне-то надо знать. Если они не согласны, найду других людей. Перезвонила ей. Через 3 дня. Они мне сказали, что они еще подумают. Но если подумают, я сказала, тогда я уже буду искать других людей. Я так поняла. Они хотели еще поискать, посмотреть. Может быть, найдут вариант с кондиционером и подешевле. Но у меня тоже не то, что я нахваливаю. Но у меня желающих выше крыша. Во-первых, я сдаю квартиру недорого. Во-вторых, у нее идеальное месторасположение. Это новостройка. Там есть все удобства. Есть абсолютно все. В хорошем состоянии. Ну, вы сами видели во влогах. Стиральная машина и мебель. Все есть. В общем, я сказала, что если вы собираетесь искать дальше, то, возможно, я тоже к этому моменту уже найду других людей. Тогда я вас ждать не буду. У нас даже, знаете как? Например, вам понравилась квартира. А у вас, например, еще остались не с прошлой квартиры. То есть вы оплатили там, например, до середины месяца. И хозяину новые квартиры дают задаток. У нас это называется B. То есть дают задаток, что все, мы приедем. Приедем. А эти ни туда, ни сюда. Видимо, они искали другие варианты. Когда я сказала, что, ну извините, тогда мне придется искать других людей. Но я не могу вас ждать. Она буквально через полчаса перезвонила и сказала, что они посоветовались с мужем. И они все-таки решили заехать. Договорились насчет оплаты, какого числа. Объяснила все тонкости и так далее. Ну, вроде как люди нормальные. Семья. У них есть ребенок. Надеюсь, что они будут долго жить в этой квартире. Это вот это менять, ходить, показывать. Я это ненавижу. Я так поняла. Они жили с родителями мужа, а потом решили отделиться. Я так поняла. Иногда бывают семьи, которые из деревень, например, приезжают. Например, муж нашел какую-то хорошую работу, они решили переехать. Дать лучшее образование своим детям. Вообще взять деревню, в которой я родилась. Просто оглядываешься по соседям и понимаешь, что где-то половина переехали. Либо переехали в город, либо нашли какую-то стабильную работу в городе. То есть муж каждый день идет на работу в город и приезжает, купил себе машину и так далее. Я замечаю, что чем дальше, тем больше молодежи выбирает именно работу стабильную. Не в деревне выращивать какие-то фрукты, овощи, продавать, а выбирают именно стабильность. Кто на заправку устроился, кто еще что-то? Сельским хозяйством уже никто не хочет заниматься. Возможно, просто это неприбыльно. А еще самое главное, это сезонно. То есть летом у тебя есть работа, зимой нет. Деньги, которые ты заработал летом, ты должен поделить еще на тьму. Вот так вот. Сложно. Мой папа с мамой, когда жили в деревне, у папы была стабильная работа. Он работал в правоохранительных органах. То есть когда в деревне у тебя есть стабильный заработок, еще плюс-минус там куры, овцы, фрукты, то это нормально. Но когда ты надеешься только на прибыль, например, сельского хозяйства, выжить очень сложно. Наверное, выжить можно, но как-то развиваться, жить хорошо невозможно. Ну, правильно делают, я считаю. Так что вот так. На чем мы остановились? Остановились на том, что девушка сказала, что мы согласны, мы переезжаем. И с первого числа они должны заехать в мою квартиру. Кстати, первое число она пустая. Я, в принципе, могу вам там влог или мукбанг снять. Ну, в принципе, квартиру видели, там ничего нового не произошло. В таком же состоянии, в котором и была квартира. Просто после жильцов я вызвала клининг, чтобы там убрались. Чтобы новым жильцам было приятно. Потому что, когда старые выехали, было очень грязно. Когда мне эту квартиру продавали тоже, она была в ужасном состоянии. Очень грязно, везде валялись пакеты, пыль, не знаю, старые дезодоранты, какие-то бутылки. Хотя в этой квартире никто не жил. Ну, кто-то, наверное, приходил туда переночевать. Я не знаю, просто как по-другому. Как же это вкусно! Просто я чеснока слишком много добавила. Сегодня уж точно никуда не пойду. Вкуснотища! Здесь у меня оливочки. Причем мой котик любит именно оливки, не маслины. Маслину он не любит. Хотя это плюс-минус одно и то же. У нас, например, на азербайджанском языке и черные, и зеленые называются оливки. Просто, например, черные оливки и зеленые оливки. Интересно, в русском языке это как будто два разных плода. Крейфрут обожаю. Он еще очень полезный. Тает во рту. Вот за это я не люблю квадрат. Сделала квадратные ногти и уже один уголок снесла. Смотрю на девчонок, на блогеров в ТикТоке. У них тайкие ногти. Прям супер длинные. Это вообще нечто. И просто не понимаю, как они с ними ходят. На этом все. Я наелась. Рецепт обязательно будет в инфобоксе. переходите, смотрите, ставьте лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.